ну что ж друзья давайте тогда будем начинать уже джентльменских 5 минут прошло кто опоздал тут тогда присоединиться к нам попозже хочу всех поприветствовать в этот прекрасный день субботний я очень рад что нас так много что соответственно есть надежда на то что у нас будет хорошая дискуссия обсуждения наполним сегодняшний день смыслами и тогда начинаем как было заявлено это цикл семинаров по работе психологической топологии пути мираба константинов чем и мардашвили у нас уже была одна встреча я бы сказал бы такая обзорная по этой работе так как она очень большая соответственно нельзя было охватить все нюансы до которые раскрывал мираб и соответственно решили сделать такой цикл довольно таки продолжительный на самом-то деле судя по всему это было чуть больше чем на четыре месяца каждую неделю будем обсуждать по несколько глав из этой книги сегодня мы будем обсуждать первых две главы я как ведущий на каждой встрече буду давать некую общую вводную информацию может быть кто-то может быть кто-то давно читал или не читал или плохо читал для того чтобы у нас было некое общее смысловое поле да в рамках которого мы можем работать соответственно у нас встреча делится на таких две части да в первую часть я так будем где-то колышками расставляю основные опорные пункты из этих двух глав которые сегодня мы обсуждаем и делаю акценты привожу может быть некоторые цитаты из книги и уже вторая часть мы уже непосредственно обсуждаем те мысли те смыслы которые у вас появились или те вопросы может быть не понимание или уточнение которые были или в самой книге или может быть я как-то не четко и правильно выразился до приступим в принципе я уже в водные лекции некоторые такие общие моменты обговаривал я хочу сейчас может быть тоже как для напоминания основные вещи сказать это то что работа по которой мы будем идти это психологическая топология пути это на самом-то деле второй цикл встреч цикл лекций которые провел мирап вот первая первая встреча я бы сказал бы так она на первый цикл лекции и книжек который потом вышла она так и называлась о прусти да вторая второй цикл лекции который был восемьдесят четвертом году она так и называется психологическая топология пути кто не знает то не знает но нам всегда нужно будут голове держать я бы сказал бы так ряд необходимые нужной информации для того чтобы понимать вообще о чем идет речь почему мы это об этом говорим и вообще в принципе что мы в итоге хотим получить первое то что является у нас материалом да это непосредственно цикл лекций мираба материалом для цикла лекций мираба был роман просто поисках утраченного времени поэтому у нас будет такая как и у мираба некая перекличка и с этим романом с теми цитатами которые он приводит в своем цикле лекций и соответственно дум я бы сказал бы так полезная добавочная стоимость в виде непосредственно философских каких-то аспектов которые обговаривал в этом в этих лекциях и сами раб и те которые мы с вами тоже сможем добавить со временем первым таким конечно же моментом которого с которого мираб начинает это непосредственно что роман просто в поисках утраченного времени рассказывает нам о романе таком желание мотивов принципе тоже мираб так как вы акцентирует внимание что мотив это не в психологическом смысле больше как музыкальном то есть как некая мелодия которая время от времени повторяется или может резонировать с некоторыми кусками я бы сказал бы так текста в дальнейшем вот поэтому тут такой нюанс да что когда мы будем говорить о некоторых терминах в этих лекциях то нужно понимать что во первых они хотя и имеют обыденное какое-то значение да вот например там слово мотив в принципе вполне понятен и очень психологичные то есть это некая некая причина чего-то вот и мы будем со временем уточнять ряд этих терминов я надеюсь у вас тоже будут возникать по этому поводу вопросы потому что это очень важно я уже говорил и писал немного об этом что мираб в этом плане схож с греками да которые использовали обыденный обыденную речь для философствования что в принципе и не зря говорят о мирабе как о неком философе сократического типа такого греческого вот поэтому ряд моментов и понятий которые он будет использовать по ходу всего цикла лекции мы также будем переопределять и ясное дело что ряд возможно терминов которые могут встретиться у нас в дальнейшем по книге они могут не совсем соответствовать тому заданному смыслу который например был в первой главе почему потому что как каждый философ он всегда уточняет и соответственно те терминами которые мы он жонглирует всегда нужно понимать что он им придает определенный контекст контекст и смысл для понимания и дальнейшем да в принципе этот цикл лекции он идет о романе просто утрачено в поисках утраченного времени и мираб акцентирует внимание на том что у нас есть некая такая интуиция которая присуща многим людям поэтому почему интуиция потому что это как бы то что вполне возможно не сильно артикулирована да и возможно не проговаривается вслух но понимается понимается в той или иной степени и вот об одном таком понятии который он говорит это подлинная неподлинная жизнь то есть для нас как он говорит на его слушателей есть некое различие между истинной жизнью и не жизнью да тут конечно же вплетается такой термин как смерть как кто-то или как нечто неживое да потому что тут тоже такая очень я бы сказал бы поэтическая игра слов которую нужно понимать не в буквальном смысле конечно же этого слова что те слова и те наши желания которые мы понимаем под подлинной жизни они всегда имеют какой-то смысл и сложность в артикулировании да в проговаривании это это мираб конечно говорит что это проблема в том числе нашего языка не зря момент языка момент проговаривания он как тоже как один из мотивов которые будут на протяжении всей книги переуточнение потому что мираб тоже высказывает такую мысль о том что конкретно язык он говорит об общих понятиях как говорится он довольно таки формален и и соответственно когда мы используем язык для обозначения тех или иных моментов жизненных мы используем его как формальная система которая строится по некоторым правилам но которая не может в себе нести различия между истинной и ложью почему потому что он говорит что ряд понятий которые которыми мы наделяем смыслы они по факту являются просто знаками знаками которые конечно же могут отнести нас какой-то идеи но когда мы находимся в поле смыслов тут появляется сложность сложность в том что такого рода смыслы которые играют и коррелируют даже я бы сказал бы так с пониманием а понимание всегда это нечто внутреннее внутреннее которое мы можем можем как-то проговорить но всегда она не настолько я бы сказал бы определяется да как не полностью отражает тот внутренний в все наши внутренние переживания или тот смысл который мы вкладываем конечно вот самые я сразу буду стараться какие-то примеры приводить насколько это будет возможно конечно же вот мотивом всего романа пусто в том числе да это является например любовь любовь которая в принципе очень до формально у нас есть слово любовь но мы на интенсивном уровне понимаем что любу бывает разная любовь может быть относиться как какому-то предмету телефону к игре к животному человеку да к своему партнеру соответственно это переживание она конечно же разница и вот как раз на игре вот этих вот языка как формальной системы гараб нам говорит что именно через язык мы не можем напрямую понять некоторые вещи которые происходят с нами следующим моментом я вот уже говорил о некотором внутреннем акте у некоторых внутренних переживаниях и тут тоже очень сильное внимание уделяет мир об именно внутренним переживаниям почему потому что как мы уже поняли язык нам не дает ну будем где-то косвенно да он только косвенно может давать передавать те смыслы те понимания которые у нас есть соответственно для того чтобы у нас эти моменты все-таки как-то могли прорабатываться он говорит о некоторых внутренних актах некоторых внутренних актах и которые чем они вообще принципе занимаются тут как вы видите на слайде есть следующий пункт под названием распутывание опыта почему именно распутывание именно опыта да ведь вроде бы у нас есть опыт и этого в принципе достаточно он как бы является фундаментом наших дальнейших действий да и в принципе зачем с ним как-то разбираться он есть и все но как говорит мираб не все так просто почему потому что за каждым опытом в мирабовском понимании всегда стоит внутренняя работа то есть это некие усилия которые мы прикладываем для извлечения опыта из какой-то ситуации и когда мы говорим об распутывании опыта о том что опыт нам не дан как некая законченная форма то есть опыт всегда извлекается в какую-то форму и вот эта игра содержание и формы она будет на протяжении всей книги проходить такой красной нитью как говорят и следующим таким тоже очень важным пунктом для предание смысла такая очень метафорическая фраза да что от как повторение неизвлеченного опыта данном случае мираб говорит об опыте и об аде да вот понятие от он берет из религиозной литературы из религиозного понимания ведь в христианском смысле от это смерть которая длится и который никогда не заканчивается такая вечно повторяющаяся смерть и которая все время базируется на мучениях на мучениях как раз не извлеченного такого опыта и соответственно так как мы говорим об опыте об внутренней работе об внутреннем усилии над извлечением этого опыта тут немаловажно становится такая такое понимать такое понятие как понимание знание то есть в принципе кто был на первой вводной встрече я довольно таки сильно на этом делал акцент поэтому сейчас я не буду углубляться в эти понимания мы будем сейчас пока что просто идти по тексту мираба и мираб говорит что таким следующим моментом которое очень важным является непонимание другого и непонимание конечно же самого себя почему почему вот непонимание как бы один из основных таких терминов которые будет идти все время в этом цикле почему потому что базировать какие-то знания даже будем говорить так принимать какие-то решения мы можем только на том что мы реально знаем и понимаем то есть по факту которая является проработанной проработанной работой над нашим опытом и непонимание самого себя это как раз является тем опорным пунктом которые потом дальнейшем будут заниматься и мираб и сам роман прусто об этом тоже идет о непонимании самого себя о непроделанном опыте внутри себя соответственно когда у нас нет этого опыта оформенного мы соответственно не можем понять и позицию другого человека почему потому что мираб в этом случае он приводит такую аллегорию метафору связанную с тем что как бы текст читает текст да то есть такое некая концептуальный термин концептуальное понятие которое говорит нам о том что для того чтобы понимать другого в прямом смысле этого слова не знать о другом а понимать именно нужно вчитываться и нужно искать некие подголоски которые могут нас как-то роднить с этим человеком или с другим то будем так философским термином другом другим пользоваться и чем загвоздка загвоздка как мираб говорит это воскладывание разрешение какой-то ситуации какой-то какого-то вопроса вообще в принципе мираб говорит о том что ситуация которая разворачивается в романе прусто и то чем в принципе занимается философия они чем-то похожи и мираб даже говорит что в принципе те закономерности о которых пишет прусто они как раз его и привели к философии еще до того как он читал прусто и благодаря прусто он проделывал тоже эту работу почему потому что он говорит что есть некая закономерность есть некий закон так называемый слепоты почему объективные так будем говорить так условные знания истина до которые уже в принципе открытая человечеством она хотя она и есть она открыта она почему-то не имеет ни в некоторой степени отзвуков в внутри человека хотя в принципе эти знания как знание да как оформленный опыт уже есть и тут как раз момент именно переживание этого опыта час дальнейшем я надеюсь будет более понятно когда цитаты пойдут и вот первая цитата я зачитаю в качестве настройки камертона я бы хотел бы привести еще одну цитата из прусто какой милый закон природы согласно которому мы живем всегда в совершеннейшем невежестве относительно того что любим у него часто повторяется такой образ как бы любящий находится по одну сторону стеклянной перегородки как в аквариуме стенкой которого он отражен от мира и у него один мир он видит вещи в аквариуме он нас не видит он видит вещи своими глазами и они для него бесконечны ведь поле нашего глаза бесконечно и в этом поле мы видим то что видит глаз но представьте стенку аквариума в которой бесконечно отражается вода самого аквариума рыба не видит стенки она бесконечно видит только воду и для нее этот мир единственный а реальность врывается в аквариум или в мир рыбы или в мир влюбленного подобно тому как в реальном действительном аквариуме появляется рука человека и вынимает рыбу из воды которая ей казалась единственной и бесконечной куда бы она не посмотрела везде была вода а тут вдруг рука появилась вынула ее из аквариума то есть мирам здесь через такую сильную метафору как рыба в аквариуме который не видит остального мира он проводит такую аналогию в дальнейшем по тексту конечно же с монадами то есть некоторыми не пересекающимися вселенными я бы сказал бы так потому что каждый кто живет он опирается на ряд каких-то внутренних актов которые возможно не пересекаются и не пересекаются по ряду вполне объяснимых причин дальнейшим по цитатам я думаю будет понятно почему то есть первый момент что для того чтобы выйти из этого так называемого аквариума необходимо приложить конечно же какие-то усилия провести некоторую внутреннюю работу и здесь как раз когда мы говорим об этом об этой внутренней работе без нее мы подобны этой рыбе потому что мир который вокруг этой рыбы он вполне объясним с точки зрения рыбы и и как говорится ничего не предвещало появление нечто другого да то есть это не некая такая вспышка некоторая такая я бы сказал бы контакт с реальностью то есть здесь на самом-то деле очень таких много метафор которые мы можем соотнести с в том числе как из философии так и с психоанализом здесь я уже на первой встрече говорил я думаю еще повторю я кстати всем кто на этой встрече находится я обязательно на вашу почту отправлю уже смонтированную первую лекцию чтобы вы более конкретно с ней познакомились и здесь мы как раз видим вот вот этот контакт с реальностью который всегда очень сложен потому что так или иначе у нас желание в принципе да желание жить связано именно с жизнью правильной и реальной то есть то то которое идет не в отрыве от реальности от мира и как раз основные проблемы которые могут возникать это когда мы не делаем эту работу и закукориваемся так будем говорить так уходим в некий свой мир который я бы сказал бы даже так некую может быть иллюзию а может быть не иллюзию какой-то фантазм какую-то мир рыбки в этом плане он в принципе какой-то степени связан именно с миром фантазии следующая цитата поскольку я посредством просто занимался чтением своего опыта и в своей душе могу признаться что одним из моих переживаний из-за которых я может быть и стал заниматься философией было именно это переживание совершенно непонятно приводящий меня в растерянность слепоты людей перед тем что есть поразительный феномен он действительно вызывает замешательство и этот феномен определяет форму романа он написал он написан так чтобы справиться философ скажет данном случае простите меня за термины вы видите что я избегаю каких-либо специальных философских терминов но одним воспользуюсь чтобы напугать вас с антологической ситуации антологическая ситуация человека и ситуация упрямой слепоты и нации стоят нос к ноту с чем-то и этого не видят то есть в дальнейшем вот эту цитату если проследить именно по тексту он говорит что чем занимается пруст и философия в том числе это том что есть некоторые закономерности некоторые законы которые не видны за обычными предметными явлениями и вот эти вот антологические ситуации которых сейчас сказал мюраб они прослеживаются от самой мельчайшей я бы сказал бы так части общества это личность это гражданина и вплоть до самых каких-то больших сопряжений человеческих да это например нации то есть эти закономерности они настолько правдивы можно в принципе говорить о некоторых законах которые есть в этой в нашей реальности да которые мы не замечаем но которые работают фактически на всех уровнях бытия человека в том числе и на организации каких-то более сложных систем и вот мы подходим как я уже говорил о некоторых таких монадах о некоторых отдельных вселенных и вот тут мираб говорит о такой вещи как разные дороги и именно с этим он связывает непонимание пруст пишет несомненно герой смотрит на рахиль на ее лицо и он замечает что это было то же самое худое узкое лицо которое мы видели и робер так звали санлу и я но мы пришли к нему к этому лицу наша мысль как бы является каким-то путем или взгляд на что же путь в этом небе где скрещиваются взгляды то противоположным по противоположным дорогам у нашей души есть дороги по которым мы идем которые никогда не вступят во взаимное общение здесь тоже метафора метафора дорог и чем она связана с тем что конечно же с вот этим таким мощным термином понимания почему оно не происходит это понимание да потому что в дальнейшем мираб акцентирует внимание что понимание нечто более такое фундаментальное нежели само по себе знание и он разделяет это как раз на разные орбиты которым мы можем приходить к определенным я бы сказал бы так событиям нашей жизни и соотноситься с ним к нему по-разному да в принципе мы можем относиться к этим событиям очень по-разному почему конечно я думаю вполне я бы сказал бы так очень наглядный пример я думаю каждый может привести из своей жизни когда вроде бы ты человеком говоришь на одном языке даже терминологическом но нету понимания и вот тут как раз вот это такая метафора разных дорог которым мы приходим каким-то приходим каким-то событиям да вот данном случае он говорит о лице архиль ведь действительно архиль как женщина как человек вполне определенная данность то есть вполне конкретный человек которым пишет пруст но отношение к этому человеку разное и как раз это отношение формируется потому что есть некий я бы сказал бы вот он говорит дороги но можно сказать еще и некий некие разные контексты которым приходит к этому человеку ведь для робера сынлу рахиль является олицетворением чего-то возвышенного то есть это для него это некая царица так пуп земли до с которой он ассоциирует многие возвышенные чувства а для другого персонажа до марселя рахиль это 20-ти франковая путана которую он когда-то некоторое время тому назад познакомился в одном из домов для утех соответственно контекст такой что марсель не может понять в чем заключается возвышенность рахиль в глазах сыну да и в принципе наверное по роману и не хочет по крайней мере на этом этапе для для понимания потому что здесь как раз вот разный контекст разная смысловая нагрузка и даже мираб говорит что если бы марсель бы сказал бы что ведь это проститутка то есть в принципе назвал все своими именами сынлу бы никак бы не среагировал потому что или среагировал бы так бы но с обидой на самого марселя виде для того чтобы произошло понимание то о чем хотел сказать марсель необходим вот этот вот контекст то есть попасть на его дорогу или хотя бы частично попробовать вот понять о чем он говорит и в принципе все утраченные такие временные полосы до которых этот роман у просто он как раз и базируется на этих проработках ведь часто просто называли романистом которые очень хорошо описывая детали но в данном случае сам пруст в переписке с другими писателями вот мираб тоже об этом говорит он не является детальным просто красивыми описание за не занимается детальными красивыми описаниями почему потому что пруст используют такую метафору для объяснения что он пользуется не микроскопом а телескопом то есть за некоторыми обычными вещами обыденными он видит некоторые смыслы некоторые законы которые и будем говорить так управляют нами да если мы не понимаем откуда они растут и происходит и вот как раз в этом плане весь роман построен на непонимании на разных точках да на я бы сказал бы на разных дорогах которые не пересекаются и вот как раз в этом и заключается весь драматизм потому что люди не видят эти закономерности люди обладают вот этой вот слепотой хотя непосредственно люди в принципе уже проделали эту какую-то работу и вот следующая цитата это связанная с моментом слепоты вы знаете что один из античных воплощений ситуации незнания или слепоты трагедия царь эдип ведь эдип спит с женщиной которая является на самом деле его матерью и убивает на дороге в случайно драки путника который на самом деле не просто путник а его отец это части его жизни не какие-то безразличные вещи а части его жизни отец и мать он с ними соприкасается и не видит в матери он видит женщину жену а в отце обидевшего его путника вот о чем в действительности идет речь на всех страницах простовского романа повторяю что слепота не зависит от наших способностей здесь слово слепота не употребляется в зависимости от того умные мы или глупые следующая цитата греки не обсуждали проблему царь эдип умные или глупые он же не по глупости не видит матери в своей жене все эти проблемы вне проблем нашей сообразительности вот что нужно нам понять к сообразительности к уму и глупости это не имеет никакого отношения но имеет отношение к одному я сказал отложил выяснение вопроса и вторым словом обозначу это не имеет обозначает это не имеет отношения к уму или глупости а имеет отношение к труду это второе слово связанное со словом отложил значит мир просто или мир слепоты есть такой мир в котором если на какое-то мгновение мы имеем какое-то впечатление как впечатление СНУ когда он неожиданно увидел размытый и невыразительное лицо Вот если мы имеем впечатление, нельзя ничего откладывать. Секунда впечатления есть секунда, обращенная к нам с призывом к работе. В данном случае, о чем он говорит? Это вот тот первый момент, когда Сен-Луб увидел Рахиль на театральных помостках. Это тот момент, о котором говорит Мираб, что не произошла работа, не произошел некий внутренний акт. С чем это связано? С тем, что Сен-Луб, как в принципе любой человек, он влюбился в Рахиль, то есть в некий образ. Образ, который олицетворяла в себе Рахиль во время театрального представления. И за уже сценой, когда было непосредственное знакомство, он увидел обычную девушку, обычную женщину, но отпахнулся от этого момента. Ведь у него проскочила такая мысль, что, мол, надо разобраться, что же я увидел в ней. Ведь она сейчас предстоит передо мной, обычная девушка, ничем не отличающаяся от сотен других, которые ходят по городу. И вот как раз тот момент, сложность, которая не проделана была Сен-Лу, позволила в дальнейшем этот неизлеченный опыт привести к ряду событий, которые в романе, с моей даже точки зрения, это будет вполне такая трагичная ситуация о неразделенной любви. Видите, Сен-Лу не понял, почему он влюбился в Рахиль и что в принципе произошло с ним. И вот следующим таким моментом, который продолжает тему слепоты, это лень. Вот цитата. Лень чаще всего также является страхом увидеть, как есть на самом деле. То есть причина лени не психологическая, хотя лень и надежда, психологические механизмы, но структуры, у них есть и причины, не психологические. И тут в принципе лень является таким же самым механизмом, который сопутствует слепоте. В каком смысле? В том смысле, что мы не хотим делать это усилие. Но почему мы не хотим? Если Мераб говорит, что это некие психологические механизмы, но у них есть причины не психологические. И вот тут как раз тоже очень сложный язык, который вроде бы даже вполне понятен. Он не использует терминологию какую-то специализированную. Даже за слово антология он извиняется. Соответственно, нам нужно понимать, что вот эти вот некоторые моменты, тоже самые лени, они скрывают за собой нечто другое. То есть вполне возможно это некий страх или может быть незрелость личности. В виде, тут как бы, вот Мераб говорит о том, что в романе Пруста не может быть окончания, но при этом в романе Пруста уже в начале есть концовка. И когда мы читаем эти семинары, записанные за Мерабом слова, у нас в конечном итоге должно сложиться некое понимание, некий конечный образ. И то, о чем он говорит сейчас, о лени, о слепоте, о взрослении, то следующим этапом, который он вводит, это является, конечно же, взрослая личность, мужественная. Он употребляет слово «стать мужчиной», как Пруст говорит, но в этом контексте идет больше как о мужестве, нежели о поле. Лень является страхом увидеть реальность так, как она есть. В принципе, здесь много-много разных таких иллюзий, которые может у нас появиться. Лень, как также отсутствие внутренней работы. В принципе, я думаю, вот с этим понятием очень оно хорошо коррелирует. Я надеюсь, дальше в цитатах это будет более наглядно представлено. И вот, еще одна цитата. «Труд, мгновение, как молния». «Еще ненадолгое время свет с вами. Пока есть свет, работайте». Травалес, он пишет, «непроизвольная ошибка, но типичная, потому что речь идет о времени труда, знак которого секунда, доля секунды. Иными словами, пространство истины может быть расширено только трудом, а само по себе оно мгновение. И если упустил его, все, будет хаос и распад. Ничего не повторится, и мир уйдет в небытие. В том числе в бесконечное повторение ада. Это будет твое межумочное, несовершенное, порочное состояние. Оно будет бесконечно повторяться, и ты никогда не извлечешь опыта. В том числе потому, что ты каждый раз пропустил мгновение, не останавливался в труде. И условно назовем это трудом жизни, который обозначен знаком молнии. В этом случае Мераб приводит цитату, которую приводил Прус в переписке с некоторыми другими соавторами, когда он объяснял смысл. То тут как раз это чисто хрестоматийная фраза о том, что пока есть свет, вы являетесь сынами света. И пока вы верите в свет, вы можете трудиться. Вот как раз про это говорит здесь Мераб. И если, будем говорить, еще концентрироваться на другой стороне, или я бы сказал, дополняя то, о чем говорит Мераб, он говорит, конечно же, что роман Пруста — это еще и роман пути. То есть он приводит такие метафоры, как путь спасения, путь искупления, такие очень религиозные метафоры, сильные. И в этом плане Мераб, что говорит, чтобы не отпугнуть в то время, конечно же, тех же самых атеистов или людей, которые не верят в Бога, он приводит это именно реально как метафоры. Почему? Потому что он говорит, что в религии запечатлен некий опыт, который нам помогает разобраться в себе. Соответственно, вот эти метафоры христианские, вполне христианские, как путь спасения, путь искупления, они вполне легитимно используются именно для объяснения такого сложного феномена, как личность, да, и, в принципе, становление личности, вросление ее. И тут такая тоже цитатка небольшая — это реализовать себя, реализовать впечатление. В данном случае реализация себя имеется в виду, конечно же, это познание себя, да, вот это вот высказывание, высказывание, которое идет от античных греков «Познать самого себя». И Мераб его немного переиначивает и говорит об реализовать впечатление. Странно, да, если психологические впечатления, оно либо есть, либо нету, да, какой смысл его реализовывать? То есть о чем говорит Мераб? Это опять-таки вот это игра слов психологическая, да, которая говорим об личности психологическим языком, который не совсем относится к личности, да, то есть это некий другой язык такой метафорический, концептуальный. Вот, и в этом понимании реализовать впечатление, он имеет в виду, чтобы впечатление появилось в неком, в некой форме, то есть чтобы оно было закончено. И вот о чем говорит Мераб. И чем больше вы будете прикладывать к этому традиционные термины, это вот то, что я говорил, путь спасения, путь искупления, существующий в текстах, называемый священными, тем скорее это облегчит вам работу вашего собственного усвоения того, о чем я буду рассказывать. Это, конечно, будут только ассоциации, метафоры, но они пригодятся вам для того, чтобы понять, о чем идет речь. Итак, путь прихождения к себе. Или можно, обыгрывая возможности РЦК, сказать так. Путь такого прохождения жизни, в результате которого ты приходишь к себе и реализуешь себя. Основной движущий мотив и пафос, и страсть просто состояли в том, что можно резюмировать словами реализовать себя. Реализовать себя во всем богатстве своих желаний, которые у тебя есть. но ты их не знаешь, природа их тебе непонятна. А реализовать то, что природа чего непонятно, невозможно. Если ты не поймешь собственных желаний, то ты себя не реализуешь. И поэтому для просто, и для любого человека, наверное, слово «реализовать себя» совпадает со словами «понять», что ты есть на самом деле и каково твое действительное положение. Тут тоже такие метафоры, связанные с положением романа о пути в утраченном времени. То есть это, в принципе, все метафоры, которые очень топологичны, очень пространственны. И как раз их нужно понимать в таком метафорическом смысле. И вот тут есть некие отголоски, связанные с разными дорогами, которые я говорил немного ранее. Это чувства издалека. Мои чувства приходят ко мне издалека. Или мои состояния идут ко мне очень издалека. Вообще человек – это существо далекого. То, что он испытывает сейчас, здесь, и то, чему кажется самодостаточным. Вот мне кажется, например, что я вижу блокнот. Значит, это акт, за которым дальше идти не нужно. Он сам по себе исчерпывает, я понятно выражаюсь, он самодостаточен. Так мне кажется. А в действительности даже то, что я вижу сейчас в блокнот, идет, как и мое теперешнее состояние в эту минуту издалека. Вспомните, резюмирую. Тот пример, который я вам приводил. Сын Лу смотрит на Рахиль так же, как я смотрю на этот блокнот. Но то, как он видит Рахиль, идет к нему не из этой ситуации, а из того, что он видит, сейчас, а идет к нему издалека. В том числе из мира мечтаний, из мира высоких грез, которые бросают свой отблеск на само по себе пустое лицо Рахиль. И он видит в этом отблеске, но ему кажется, что он видит нечто самодостаточное. Он видит реальную Рахиль, которая как будто наделена теми качествами, которые он видит. И он видит прекрасную женщину. Значит, Сын Лу идет к тому, чтобы увидеть Рахиль из своего далека. А Марсель, смотрящая на Рахиль, видит ее, соответственно, той женщиной, которую он увидел, как 20-франковую проститутку. То есть это наглядный пример того, как наши чувства идут издалека, и насколько сильно вот эта метафора, связанная с разными дорогами. Тоже очень красивая цитата, настоящая философия по Прусту. Пруст говорил, что единственная настоящая философия, это та, которая состоит в восстановлении или узнавании того, что есть на самом деле. Значит, Сын Лу, имея впечатление Рахиль, с точки зрения Пруста, не реализовал впечатление, не раскрыл его, в том числе не прошел в то далекое, из которого Рахиль видна так, как она видна, то есть как самая прекрасная женщина на свете. Не реализовав впечатления, он не реализовал и себя в своих чувствах. Он оказался чем? Марионеткой совершенно случайной ситуации, рабом своих собственных состояний. А всякая философия, как и всякая мысль, есть дело свободного человека, в том числе свободного от привидений, которые вырастают из твоей собственной души. То есть, как мы видим, первоначальный смысл философии за Прустом и за Мирабом, это узнавание того, что есть на самом-то деле, и работа со смыслами. То есть, если так переиначить древнегреческую, такое высказывание, что философия — это любовь к мудрости, то на современный лад можно сказать, что философия — это поиски, восстановление смыслов. Ведь в дальнейшем там Мираб говорит о том, что мы можем рассматривать это как базу того, что у нас есть формы, причем формы, которые создаются и самим человеком. Соответственно, вполне возможно, есть некоторый опыт, который еще не оформленный. И вот философия, если так можно сказать по-аналитически, она проясняет опыт и облекает его в некую форму, которая соответствует этому опыту. Но, как мы видим, здесь тоже я говорил немного об личности, да. Личность же, конечно же, всегда подразумевает свободу. И вот эти все понятия свобода, личность, ответственность, внутренняя работа, они все очень сильно взаимосвязаны. То есть, когда мы говорим о философии Мираба, мы должны понимать, что это некая структура, в рамках которой происходит мышление. И, конечно же, мышление может быть только личностным. Ведь, как мы уже поняли, слова сами по себе зачастую не несут той информации, да, они очень формальны. А вот именно как раз работа философа индивидуальная и заключается в такой прорабатывании внутреннего опыта и облекать его в новые формы. И вот следующий такой момент это невыводимость состояний. И чтобы поставить нас на путь смысла, я напомню одну фразу Аристотеля. В свое время он очень хорошо сказал, что причина, почему мы любим, гораздо важнее объекта любви. Он имел в виду, что любя человека, мы любим в действительности нечто другое, не совпадающее с качествами этого человека. И, следовательно, наоборот, из качеств того, кого мы любим, невыводимо наше состояние. Оно ими не рождено. Если бы это было бы иначе, то мир бы был совершенно непонятен. Ведь нет никакой логики в том, если призадумываться, что если какой-то человек А обладает свойствами Б, то у меня, человека С, должно быть состояние любви к нему. Просто потому, что я могу любить человека А, а вы его не любите, хотя он обладает теми же самыми качествами. Здесь надо уточнить, то есть о чем он говорит, о том, что, если другими словами, да, почему мы любим. Когда мы говорим о каких-то характеристиках, ну, там, или свойствах, если так можно выразиться, то они вполне конкретны. И мы пытаемся объяснить, почему мы любим. Но дело в том, что те свойства, о которых мы говорим, они могут, будем говорить, так понятны и нравятся и другому человеку. Но почему-то эти свойства, да, они не вызывают у другого человека любовь. Ведь если бы эти свойства действительно имели такую бы силу, то, соответственно, ну, этого человека бы все влюбили. Да, но, как мы знаем, не бывает такого, чтобы, там, все люди любили, там, одного какого-то человека. Всегда есть какие-то непонятные ситуации, да, когда вызывается какая-то агрессия. И, соответственно, вот в этом заключается основной смысл, что наши чувства, или будем говорить так, наши состояния очень часто не выводимы из тех отношений, в которых они проявляются. То есть отношения имеются в виду внешне, да, то есть это какие-то события, которые, вполне возможно, не являются прямым следствием того, да, потому что в этой же ситуации тогда бы, условно говоря, если бы там, врахиль тогда по ие должны были бы влюбиться, как вариант, там, весь зал, который сидел на этом представлении, но этого не произошло, почему-то влюбился только с онлок. Как раз об этом идет речь. И вот, как я говорил, да, о некой детскости взрослости, вот еще одна очень, как по мне, важная цитата, поэтому мы и говорим, хотя это тавтология, ребенок инфатилен, ребенок есть ребенок, ну а когда взрослый, оглянитесь вокруг себя, и вы увидите общество, состоящее, я бы сказал, дебильных переростков, которые так и остались в детском возрасте, которые воспринимают весь окружающий мир как то, в чем что-то происходит по отношению к ним. Не само по себе. Даже цветок в мире с точки зрения ребенка не растет сам по себе, как автономное явление жизни. Или вокруг темно и копошатся демоны, которые окружают их светлый остров. Конспирология, заговоры, намерения по отношению к ним. Первый же философский акт вырастания состоит в следующем. Кстати, я сейчас вспомнил фразу, которую в свое время сказал Людвиг Людгенштейн. Мир не имеет по отношению к нам никаких намерений. Это взрослая точка зрения. То есть, как мы видим, тут очень следующий такой важный пункт это взросление личности, как он происходит, об инфантильности взрослых. И вот, в принципе, посудите сами. Это цитата прямиком из 1984 года. Если мы сейчас окинем взором то, что происходит вокруг нас, я бы сказал, что она спустя 35 лет до сих пор очень и очень актуальна. По факту, ничего принципиально не поменялось. Я думаю, это будет одним из таких вариантов для обсуждения, насколько философия Мираба и то, о чем говорит Мираб, применима в реальной жизни. И вот следующий момент, который мы должны проговорить обязательно, это некая такая метафора двух пространств. Как вы уже поняли, Мираб строит свой рассказ из метафор. И каждую лекцию или там несколько лекций можно обозначить как попытку обрисовать какую-то ситуацию из разных точек зрения. И он, вот два пути понимания-непонимания. И вот следующая метафора, которая должна подействовать на нас для нашего понимания, это метафора двух пространств. И вот, цитата. Пространство-один это пространство, в котором возможны человеческие события. Пространство-два это пространство, в котором человеческие события невозможны и не происходят. Второе пространство называем безразличным. Скажем, Сен-Лу в театре, место, где он впервые видит Рахиль, смотрит на Рахиль. Рахиль — это физическое явление, то есть человеческое существо, обладающее определенными физическими качествами, которые можно видеть. На взгляд Сен-Лу упал не на физический предмет, а на лицо, заполненное отражением высоких мечтаний. Мечтаний о прекрасном, с которым мы связываем театр и так далее. Значит, это есть пространство один, в котором возможно событие. В данном случае волнение Сен-Лу. Архиль для него небезразличен, но его небезразличен, не пустой звук, потому что она видела им, видена им в пространстве театра. И случилось это в пространстве событий, эмоциональной жизни Сен-Лу. Как мы видим, это еще одна сильная метафора, которая отображает некую пространственность, событийность. Почему? Потому что это пространство коррелирует как и с отдельно не пересекающейся дорогой, как с монадой, как с совершенно другим миром. Как раз это пространство один является пространством внутренней работы, о котором говорит Мераб. Продолжение этой темы — это безразличное пространство. У всех у нас есть в этом безразличном пространстве. Оно ведь не абсолютно безразлично, оно безразлично с точки зрения нашей проблемы, общей значения. Если есть выражение лица, общечеловеческое в жизни, выражение глаз, красота или безобразие, нечто, так сказать, имеющее смысл, но в смысле общих актов. Красота может быть и у А, и у Б, и у Ц. Такое выражение лица может быть у одного человека, у третьего, четвертого миллионного. Все, что имеет значение в смысле общих актов, которые заданы словами, то есть описанием. В данном случае это еще, я бы сказал бы, такой аргумент в пользу неоднозначности языка, которым мы пользуемся. Он, в принципе, на протяжении всего курса, он часто говорит об скудости языка, об том, что мы можем его использовать только по ряду каких-то примеров, причин, и он все равно не будет давать полноты понимания, хотя он может давать формальное знание, понимание красоты. В начале первой главы он как раз, или в середине, он как раз говорит о том, что понимание красоты и эстетического, которые пытаются провести некоторые бабушки или родители, как он говорит, когда окружает ребенка какими-то красивыми вещами. То есть фактически вот эта гармония, это понятие красоты, эстетического переживания, они же не находятся в этих предметах. То есть это некоторое усилие, которое необходимо приложить для понимания. Ну, тут пример из жизни. Я думаю, кто-то интересовался или нет, но для некоторых людей, например, искусство, они несут в себе какой-то ценности. То есть в чем ценность, например, Монализы, или Босха, или других любых художников, и их них картин. И вот тут как раз момент в том, что для того, чтобы это увидеть и понять, нужно проделать некоторые усилия. То есть вот это понимание об красивости, об эстетичности некоторых вещей, они приходят со временем после работы, после работы, то есть некого внутреннего акта. И вот он говорит об неком собрании или логосе. Цитата. Поэтому Пруст очень часто говорит о том, что некоторые воображают себе такую психологию или некоторую литературу, это вещи взаимозаменимы в данном случае, которая была бы своего рода наукой о логике эмоций или эмоциональной логикой, логикой сентимента. В данном случае логика не в смысле все логизмов и правил вывода, что обычно называется логикой, а в смысле того, что все отдельные части имеют смысл и не рассыпаются. Вот эти части можно называть собранием. Я не случайно называю собранием, его это русский эквивалент греческого слова «логос» — набор всего, относящегося к делу. Все, относящееся к делу, обладает логосом, который мы можем, как говорили древние греки, Геракли в данном случае, слышать и не слышать. Вот мы слышим 2 и 2, но мы не выводим 4. Я говорил вам, что основная ситуация человека, когда он имеет дело с уже существующей истиной, в том числе о нем самом, но не видит ее. То есть он видит 2 и 2, а вот за пределами человеческих сил находится операция 2х2-4. Не совершается эта операция. Для совершения этой операции нужны какой-то орган. И вот этот вот орган, который необходим для понимания, он, конечно же, называет, как один из вариантов, это текст. Вот эта вот метафора «текст читает текст». То есть даже прус говорит, что мы, читая какой-то текст, мы не читаем именно непосредственно те вещи, которые там исходят. То есть мы улавливаем некий опыт, некоторые смыслы. Ну, я думаю, тут перекличка очень хорошая идет с классикой, которая вечная. Почему? Потому что как раз в ней отчасти, то, что мы будем в традиционном смысле называться классикой, заключены ряд переживаний, ряд, будем говорить так, проделанной внутренней работы. И отсюда ее актуальность, ее вневременность в каком-то смысле. Хотя есть, конечно же, дата, когда она была создана. И вот следующая цитата, связанная с содержанием и формами. Когда я сказал придать смысл, придать логос, логика ведь здесь нечто формальное по содержанию, то это значит, что все элементы этого содержания, как выражаются англичане, могут быть explained away, могут быть отобъяснены. То есть в нашей жизни действует психологический закон. Когда мы процедуру объяснения применяем как нечто, посредством чего мы избавляемся от того, что надо было бы объяснить. Или как нечто, посредством чего мы умудряемся не в виде того, что должны были бы увидеть. Здесь Мераб в дальнейшем приводит цитату из своей личной жизни, когда он поступил в университет, в Москву, в МГУ, учился. И, конечно же, с ним прорабатывались некоторые, я бы сказал, комсомольские вопросы, партийные. И вот он приводит пример, когда человек не видит того, что непосредственно перед ним находится. То есть это еще некий такой пример и отголосок из первой главы про слепоту. Это когда к ним, к партийному работнику, к Мерабу, подбегает нищий мальчик, и этот партийный работник никак на него не реагирует. Потому что фактически этого мальчика он не видит. Почему? Потому что в его первом пространстве нету каких-то внутренних переживаний относительно него. Потому что этот мальчик, нищий, находится в его концепции объяснения внешнего мира в виде достижения коммунизма и неравенства людей, которые, возможно, когда еще к коммунизму не все пришли. То есть, соответственно, вот это вот от объяснения, о котором Мераб говорит в данном случае, это как раз то, что есть некая картина мира, в рамках которой есть эти понятия, то есть, можно сказать так, как и с языком, некое формальное объяснение, которое, в принципе, не уделяется никакого внимания. То есть, оно есть как-то на периферии и не попадает в другое место, в другой топос, в другое, это так называемое первое пространство. Или можно привести пример, опять-таки, не пересекаются с твоей личностной дорогой, да, к которой ты идешь. И вот, следующая сильная метафора про реальность, которая имеет структуру сновидения. Мы, в принципе, уже подходим к концу, к обсуждению, поэтому, я надеюсь, у вас появились какие-то вопросы, скоро приступим. Итак, цитата. Есть такой закон сновидения. По содержанию своих видений он строится таким же образом, чтобы эти видения позволили нам не проснуться. Сон как бы имеет структуру от объяснения. Скажем, звонит будильник, я не хочу проснуться. И в короткое мгновение, когда еще звучит звонок, в действительности короткий, а во сне он кажется длинным, сон разыгрывает целую сцену, которая придает такой смысл этому звуку, что этот смысл позволяет мне не проснуться. И вот то, что мы называем реальностью, чаще всего состоит из таких представлений, из таких образов и состояний, которые позволяют нам спать дальше. В данном случае слово спать означает не знать и не видеть реальности. И в этом смысле реальность имеет структуру сновидения. Жизнь есть сон и в этом смысле слово. Вот такая психологическая заковыка. Теперь эта метафора про жизнь как сон мы можем конечно же сопоставить сразу же, то есть некие отгласки иметь в начале нашей встречи, когда я говорил об рыбке и ее аквариуме, которая не видит реальности, то фактически здесь на самом-то деле мы можем видеть точно такую же картину. картину того, что реальность, о которой мы подразумеваем как реальностью, является не реальность, а может быть некий фантазм, иллюзия, или вот наш конкретный мир, который не сильно пересекается с реальностью так таковой. И дело в том, что Мераб также приводит пример о том, что реальность очень болезненна в этом плане. Почему? Потому что например, с законами логики выйти к реальности очень сложно, может быть даже невозможно, потому что наши психологические законы, которыми мы руководствуемся, они вполне логичны и отобъясняются некоторыми закономерностями, которые у нас есть. Чисто с психологической точки зрения. То есть здесь мы можем увидеть этот механизм как метафору, что реальность именно человеческая, она может быть именно как сновидение, в том смысле, что мы можем отобъяснить ряд моментов. В принципе, человек, как мы можем знать даже по истории, те же самые мифы, так называемое мифологическое мышление или сознание, оно часто жизнится якобы на каких-то таких вещах, что, мол, там, Зевс молнии пускает. Для чего это? Для того, чтобы объяснить то, что какие-то реальные события из нашей жизни. Ведь когда мы что-то объясняем, даже если оно не имеет за собой действительно каких-то оснований, как миф, что Зевс метает молнии. Но именно это объяснение позволяет нам как бы выстроить внешний мир и с ним работать. Но дело в том, что вот эти объяснения, они зачастую как раз тоже неформальны и не приводят к какой-то внутренней работе. И как раз вот эти все сломы жизненные, да, вот как в этом романе упросто, неразделенная любовь, она как раз говорит о том, что вот когда мы работаем чисто в таком отобъяснительном варианте, да, когда языком мы объясняем все ситуации, которые вокруг нас происходят, то потом, когда мы действительно выходим на реальность так таковую, то она очень сильно нас бьет, потому что вот этот, то, что мы отобъясняли, оно больше похоже на сон и не соответствует, не коррелирует с реальностью. И тут мы тоже можем провести параллель в тех терминах, которые я говорил, подлинная и неподлинная жизнь. То есть, когда на интуитивном уровне мы говорим о подлинной жизни, мы подразумеваем жизнь, которая соответствует реальности. Но в данном случае, как мы видим, неподлинная жизнь, кроме того, что она ассоциируется с нечем, с умирабой, с нечетом, ну, таким, неживым чем-то, да, тут также можно еще провести другой ряд ассоциаций с тем, что эта неподлинная жизнь является частью также и сном, да, в котором вполне возможно можно жить на протяжении всей своей жизни даже не пытаться выйти непосредственно к реальности так таковой.